Здравствуйте, дорогие зрители Артик ТВ. Смотрим программу «Коммунальный детектив». Сегодня мы будем выяснять, что же у нас происходит с деревьями в городе, в какой части можно говорить о том, что их вырубают, а в какой части мы сталкиваемся с так называемой санитарной обрезкой. Сегодня нас просвещать будет Надежда Валерьевна Лыба, главный специалист отдела охраны окружающей среды Комитета по развитию городского хозяйства. Здравствуйте, Надежда. Кроме всего прочего, я так понимаю, что именно вы решаете вопросы со сносом, пересадкой, санитарной обрезкой, компенсационным озеленением. Вы еще и увлекаетесь ландшафтом. Скажем, единственный момент я поправлю. Не именно я. Процедура согласования снос и пересадки санитарной обрезки на территории нашего города... Комиссионно происходит. Да, происходит комиссионно с обязательным приглашением правообладателя земельного участка, если не он подался, но это в редких очень случаях, но опять же при наличии соответствующего документа. Редкий случай – это когда правообладатель участка стоит отдельно от работ, которые производятся. Хорошо, я не буду на вас груз ответственности возлагать. Тем не менее, я очень рада, что очаровательная девушка взяла на себя удар и согласилась выйти и отбить, так сказать, весь негатив, который исходит от наших зрителей. И на форумах мы читаем, и смотрим фотографии. И, собственно, леет мотив всех этих сообщений, что безобразие. Да, вот мы столько растили, наконец-таки у нас город зеленый, приходят какие-то люди с пилами, с топорами, и бездумно все это срубают. Зачем? Ну, смотрите, первый момент, почему – да, это негатив, но, с другой стороны, знаете, видеть то, что наши жители неравнодушны к зеленым насаждениям – это в чем-то даже радость, что есть много людей, которым зеленое насаждение откликается, которые участвуют в этом. То есть это, да, это негативные эмоции, но они больше связаны с незнанием людей основных моментов. Хорошо, давайте просвещать. Вот у нас за окном прекрасное, я не знаю, что это, как это назвать? Это газон, это зеленая зона вдоль дороги. Вот давайте, что мы наблюдаем? Это образец того, как должно быть? Это не совсем образец того, как оно должно быть. Смотрите, если начать издалека, то озеленение города Мурманска, в отличие от основных городов России, оно производилось уже в послевоенное время. То есть это ориентир конец 1950-х, начало 1960-х годов. То есть если в остальных городах уже была культура именно в плане устойчиво, как рубить, как выращивать, на что обратить внимание, мы создавали с нуля. У нас особый климат. У нас для зеленых насаждений не сказать, что хорошие условия произрастания. Взять же тоже полярная ночь, полярный день. То есть эти все растения искусственно высажены? Это искусственно высажены однозначно растения. Рябина здесь, как мы видим, она кажется кустарником. На самом деле это дерево. Я всегда думала, что она так и должна расти. Я иначе не видела. Понимаете, когда высаживается дерево с нуля, даже кустарник, смотрится его именно как он будет в дальнейшем произрастать. Если это дерево, когда оно только высаживается, максимум оставляется один ствол, максимум два. Далее остальные прикорневые отпрыски, еще полярный альпийский сад институт, Екатерина Александровна сказала очень удачно, жировые побеги, они должны удаляться. Хорошо. В данном случае здесь руки садовника не видно. То есть за этими деревьями, их как посадили, никто никогда не ухаживал. Ну, возможно... Не было такой задачи. Почему? Незнание и страх. Незнание и страх, что мы обрежем, и оно умрет. Вы поймите, допустим, как у нас сажали зеленые насаждения. Почему сажали даже... Вот если поднять старые фотографии, маленькие небольшие прутики. Потому что эти прутики было единственное, что могло выжить. Если бы посадили вот именно крупные деревья, они бы погибли в первый же месяц. Ну, мы же в школе занимались озеленением. Родители по осени, я помню, мы шли в сопки, выбирали то, что было подъемно. В ведре тащили к школе, и много что прижилось. Много что прижилось, потому что брали небольшие маленькие саженцы, которые в ведро-то помещались, их сажали, они были местные, и вот они произрастали. Вот эти деревья высаживали специально обученные люди, либо граждане действительно на каких-то субботниках? История умалчивает? Очень сложно сейчас восстановить, на каком именно участке и кем оно высаживалось. Потому что что-то высаживалось гражданами на субботниках, что-то высаживалось специализированными организациями. То есть сейчас сказать, что именно в этой точке лет 40 тому назад высаживались с этими, это очень сложно. Хорошо, но вот 40 лет за ними никто не ухаживал. Они вымахали, мы к ним привыкли. Мы считаем, что рябина должна быть вот таким кустом. И сейчас за деревья взялись. Почему? Чтобы продлить им жизнь. Хорошо, если мы не будем этим заниматься, что с ними произойдет? Они усохнут. Вот если вы обратите внимание на зеленые зоны вдоль дорог, видно, и особенно вот рябина, которая достигает определенного возраста, многоствольная, стволы начинают усыхать, начинает на стволах растрескиваться кора. Дерево больше подвержено вредителям. То есть если бы изначально провели обрезку части стволов, оно бы дольше прожило. Но вы говорите, раньше боялись. А у вас откуда такая отвага сейчас появилась? Или тоже путем проб ошибок действует? Нет. Сейчас, во-первых, в последнее время больше стала появляться информации именно по практическому уходу. Во-первых, на Кольском полуострове больше стала информация о том, как зеленое насаждение себя ведет, какие необходимые условия. Этого же не было. И сейчас, исходя из того объема информации, того объема практики, что удалось собрать, накопить и кристаллизировать, мы пытаемся сейчас приложить максимальное усилие, сколько можем, чтобы продлить жизнь высаженных уже зеленых насаждений. Скажите, пожалуйста, а тополя нас покинут рано или поздно? Потому что выглядят они в некоторых местах уже совсем непрезентабельно, а в некоторых их как-то так не очень красиво обрезали, и они признаков жизни не подают. Но, к сожалению, тополя, скорее всего, придется убирать, потому что они не просто непрезентабельны, а они становятся опасными. То есть где-то они наклонились и их сразу уже убрали, а в некотором случае они большие... Тополь, это дерево, которое очень быстро вырастает по сравнению с той же рябиной, с той же березой. Оно хорошо набирает массу, оно очень хорошо вытягивается в высоту, и по своей структуре листа расположения такое, что оно прекрасно пропускает свет, оно не затемняет. И если поднять справочники, допустим, Советского Союза по озеленению тех же придомовых территориях, все рекомендуют именно тополя. И вот если взять, допустим, при СССР во времена высаженные вдоль магистрали зеленые насаждения, в основном это липа и тополя. То есть за счет того, что они быстрее растут, быстрее набирают массу, то есть дерево достигает нужного, скажем так, состояния в достаточно коротких сроках. А что же тогда не так? Ну, прекрасно, дерево быстро растет, набирает массу. Почему, например, с ней попрощаются? Во-первых, первые признаки, с которыми сталкиваются у нас граждане, возможно, сразу замечали, начинают обламываться ветки. То есть ветер подул, а древесине не хватает гибкости, твердости, чтобы устоять. То есть это хрупкие деревья? Это хрупкие деревья. По достижению определенного возраста декоративные качества тополя утрачивают. Хорошо, а как в средней полосе эту проблему решают? В средней полосе пошли путем экспериментов. Эксперименты, в частности, также провели и мы. Тополя пытаются кронировать. На определенной высоте, исходя из расположения почек, привлекаются специализированные структуры, обрезаются верхушки. Задумка какова? Обрезается крона, оставляется буквально несколько ключевых веток толстых. Дальше тополь вроде как должен пускать поросль, и эту поросль формируют по типу шара, овала, то есть придают кроне. А кому? Почему так не можем делать? У нас был тоже эксперимент. Мы взяли в разных точках города, где произрастают тополя, попытались произвести такие же эксперименты. То есть тополя были обрезаны, и мы ждали, как пойдет поросль. К сожалению, все деревья погибли. У нас они не выдерживают. А что у нас с персидской сиренью? Это-то удачный эксперимент. Она вот сейчас продолжает высаживаться свежая, или мы тоже наблюдаем, как, не знаю, вот эта вот вековая, приходит в упадок. А сирень венгерская была... Она не персидская, она венгерская. Она венгерская, но она получена, гибридизирована путем скрещивания различных видов сирени, в том числе персидской. Сам сорт у нас в большинстве случаев, которые любят, это и вдоль дорог произрастает, это венгерская сирень. Венгерская сирень и сирень обыкновенная, сортовая, скажем так, она высаживается каждый год. То есть продолжается посадка, и, в частности, очень многие любят именно вид этого кустарника, хотя у нас на территории города благодаря Полярно-Альпийскому саду-институту очень много достаточно красивых кустарников, но люди просто непривычны еще. А какие еще, кстати, кустарники у нас высаживаются? Вдоль дорог можно увидеть кизильник, как живая изгородь. Очень хорошо себя проявляется. На каком участке? А вот как по направлению проспекту Ленина, с правой стороны проезжаете, и вот часть кустарников, которая на маленький ряд, первый, это кизильник. Маленькие листочки, такие немножко глянцевые, он подстригается, формируется в живую изгородь, это кизильник. Очень хорошо себя ведет спирея. Это невысокий кустарник, прекрасно себя ведет в живой изгороди, набирает массу, прекрасно относится к произрастанию в условиях песчаных, допустим, почв, прекрасно, и цветет очень красиво розовыми венчиками. Возможно, не обращали внимания, именно спирея, это на зеленых зонах в районе пяти углов, самая вот, она подстригается, формуется, и на территориях некоторых парков, скверов, и также в последнее время люди на придомовых территориях используют именно ее. Рябинник. Не путать с рябиной. Рябинник – это именно кустарник. Он светет белыми такими соцветиями. У него лист похож на рябины, но немножечко уже. На придомовых я видела именно рябинник, хорошо смотрится. Вопрос сразу у меня возникает. Так, если мы с тополями прощаемся, я не понимаю, они вообще кому-то принадлежат, да, ну, допустим, решение комиссионно примет администрация. Администрация будет высаживать, ну, компенсировать, да, у нас за одно дерево пять, и какие виды кустарники вдоль дороги? Кто на себя возьмет ответственность за тополя? А смотря на чьи территории тополя будут произрастать. Если тополя вдоль дороги имеется в виду, то, разумеется, будет обрезку производить силами управления дорожного хозяйства, скорее всего, или специализированной организацией, как бы ее нанятой, как правообладателя участка. Ну, это же не правообладателя, а того, кто... Так, подождите, мы в ответственности за те деревья, которые выросли на нашей земле. Я правильно понимаю? Да. Ага, то есть это такой нематериальный или даже материальный актив, как это сказать? Если это придомовые территории, тут, согласно жилищному кодексу, распоряжаться ими имеют право только жильцы. Хорошо. А если вы, допустим, заходите во двор и говорите, ну, вот это дерево там, я не знаю, упадет на линию, ну, я не знаю, да, или на дом, его надо подстригать или, там, я не знаю, может быть, вообще сносить, а жильцы говорят, нет, не трогайте нас, что? Ну, если жильцы говорят, то мы не имеем права им приказывать. Жилищный кодекс, он ограничивает, допустим, нас в своем... А вы их спрашиваете или это... Обязательно. Мы можем согласовать снос, но правообладателю, но если правообладатель, да, вот я имею разрешение на снос этого дерева, но я не хочу его сносить, никто не имеет права его... Подождите, а если вот такой любимый покосившийся тополь, да, во дворе, все-таки упадет на кого-нибудь, кто тогда будет нести ответственность? Правообладатель, земли на участках. А в данном случае это кто? Все собственники коллективно или... Ну, в зависимости от формы. Если есть договор с управляющей организацией, управляющая организация, если это ТСЖ, то как юридически... То есть все-таки управляющая компания, организация может взять на себя ответственность и решить, что это дерево нужно обрезать. Ну, может. Да, пока оно ни на кого не упало. Хорошо. Мы отвлеклись немножко от сирени. Я поняла, что с тополями нам нужно потихонечку привыкать к мысли, что они исчезнут из города, да? Сирень никуда не исчезает, она себя хорошо зарекомендовала и постоянно ее высаживает. Сирень никуда не исчезает. Единственное, мы столкнулись с тем, что сейчас необходима та сирень, которая вдоль дорог необходима ее подрезка, если мы хотим вообще ее сохранить. Сирень – прекрасный кустарник, он выносливый, он замечательный, но, как любой кустарник, он нуждается в подрезке. И если ее не проводить, то кустарник просто погибнет. Или засыхание, или в очень неблагоприятных случаях он падает из ствола. Такая операция по жизненным показаниям. Консервативно уже эту проблему не решить. Хорошо? Наши слушатели, зрители задаются вопросом, а где, собственно, производятся вот эти компенсационные высадки? Потому что, ну, вот, допустим, пример живой. Построили торговые центры, рядом росла рябина или рябинник, люди не сильно отличают. В основной часть – Ива. Хорошо, Ива вообще росла, и был какой-то скверик, сделали парковку. Но людям сказали, что все это будет высажено. Они интересуются, а где? Можно посмотреть, да? Ну, смотрите, в основной части посадки, которые при торговых центрах вырубка, они производятся на общественных территориях. То есть это или посадка вдоль дорог зеленой зоны, или школы, или садики. Где-то раньше была посадка еще на территории медицинских учреждений. Ну, просто место тоже там ограничено. Ну, нет, что если в этом районе вырубили, то вот где-то здесь же, чтобы жильцы там взять свой плат. Почему? Можно. Просто видите, еще с чем мы сталкиваемся. Допустим, вот стоит парковка, ее окружают перечень многоквартирных домов. Согласно тому же кодексу жилищному, благоустройство жилой зоны, оно должно быть согласовано с этими жильцами. И жильцы, как бы, принимают решение, что они хотят. Парковку они на этом месте хотят, или посадку зеленых насаждений. И иногда бывает ситуация, мы же не имеем права, администрация, прийти на этот и сказать, так, уважаемые жильцы, вот у вас тут будет посадка сиреней. А жильцы скажут, господа хорошие, спасибо, но мы здесь вообще-то парковку хотели. У нас тут проект согласован. Вы вообще, почему сюда явились? Кто вам дал право? Хорошо, значит, где вы говорите, у нас сажают, где можно посмотреть? И вот это, я так понимаю, маленькие же, да, из питомника, или где берут эти саженцы? Или привозят их из средней полосы? Мы рекомендуем всем компенсационщикам, но рекомендуем, и также смотрим, что они вообще высаживают, брать из питомников именно Кольского полуострова, и очень не рекомендуется, а в некоторых случаях не принимается. Если саженцы, мы видим, нежизнеспособные, в принципе, это, они пытаются, Ленинградская область, пытаются, Москва, и... Где подешевле. Где подешевле. И вам предъявляют вот эти, да, эти чахлы? Предъявить-то они чахлы могут, но у них их просто не примут. Законодательно мы внесли изменения в порядок осуществления сноса, пересадки, санитарной обрезки, где указаны требования, что оно должно быть жизнеспособным, оно должно быть минимальную высоту, но соблюдать. То есть маленькие 20-сантиметровые никто не примет в жизни. Так, хорошо. А какого должны быть размеры? Для кустарников оптимальная высота – это 50, выше 50 сантиметров, деревья – это выше метра. Прозвучала такая цифра, да, на мой взгляд, ужасно, большая, 40 тысяч зеленых насаждений потерял Мурманск в прошлом году. Вот объясните, пожалуйста. Ну, 40 тысяч зеленых насаждений, но где-то процентов 80, если не 90 от этой цифры, в прошлом году эта вырубка была, точнее, не вырубка произведена, а согласована, потому что работы еще ведутся. Это реконструкция автодороги Р-21, в простонародье называемой Ленинградка. То есть вы сами эту цифру и обнародовали, вы сами считали эти деревья? Да. На территории города Мурманска никакого приблизительного подсчета не производится, подсчет только точный. Точно дерево, точно обмеряется, точно комиссия все это смотрит, выходит и считает. Три дня считали. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот тут, когда обсуждали проект площади Пятиуглов, звучали мысли, что почему бы нам не высадить какие-то вечно зеленые растения, типа там ели голубых, там, ну, чего-то такого, да? Ну, смотрите, как показала практика, у нас на территории города хвойники очень проблематичны в плане приживаемости. Ну, во-первых, смотрите, как показывают эксперименты жителей, они в основном как у нас или покупается хвойник, но в большинстве случаев выкапывается. Когда он маленький, у него крона очень красивая, оно смотрится замечательно, но, во-первых, в процессе роста он крону теряет. Если нет, соответствующего ухода. Соответствующий уход – это не только полив. Это подкормка, это укрытие. Особенно хвойников бьет весеннее солнце, то есть на территории средней полосы, это и южнее, это просто для них бич. В каком отношении? Хвоя становится как выгоревшая. На чьей территории правообладатели произрастают, они бьют в колокола, что это что, вредители, это что, болезнь, инфекция. Но в большинстве случаев это просто весеннее солнце яркое вышло, и всю хвойник пошло. В том массиве вдоль Ленинградки едешь, и стоят себе там хвойные деревья. Вы знаете, что хвойники произрастают на Ленинградке, они произрастают в условиях для себя оптимальных. Они произрастают рядом с ними или зеленые насаждения, под пологом которых они выросли, или скалистая местность. Но с определенным поворотом, то есть само зеленое насаждение, во-первых, произрастает там, где ему благоприятно, выбирает. И из, как бы, произрастает из условий, чтобы у него было соответствующее питание, как бы естественное в данном случае, и нет загазованности. Вот какие умные растения. Вот скажите, пожалуйста, у нас много копий ломают вокруг теплоотрасс, что выросли, вымахали на теплоотрассах такие вот красивые, да, большие. Ну, опять вот с пополем, конечно, возвращаемся, но тем не менее, сети изношены, аварийная ситуация часто происходит, ну и, собственно, пока нет никакого решения, чтобы как-то вот иначе, да, они были проложены. На сегодняшний момент вообще какие правила? То есть можно сверху теплоотрасс сажать, обязаны ресурсники восстанавливать, да, вот те насаждения, которые вынуждены были снести, нет, что? Вот смотрите, на территории Российской Федерации был принят ряд СНИПов строительных норм САНПИНов, который четко указал, что в охранной зоне теплотрассы высаживать ни деревья, ни кустарники нельзя. Ну, им же там нравится, там тепло. Им там нравится. Они сами могут же вырасти? Сами у нас не произрастают, как таковое. Сама может вырасти и его, и то и определенное время требуется. То есть на теплотрассах то, что были посадки, произведены раньше, там тоже своя история, которая идет с начала озеленения. Дело в том, что было очень многими отмечено, что если произрастает на сети дерево, оно не дает промерзнуть почве. И в советское время деревья специально сажали на инженерных коммуникациях, чтобы не допустить промерзания почвы и, соответственно, разрыва трубы. Понятно, что потом город развивался, город, естественно, создал среду, где теплее, и уже почва так не промерзает по сравнению с начальным, можно сказать, уровнем. Но деревья, как таковые, на сетях также выросли. Естественно, мы не можем оставить ни жилые дома без воды, без тепла. То есть сети ремонтироваться обязаны. Вот тут такое мнение, что лето сложно переносится в городе, в Мурманске, да, и в том числе потому, что там не хватает кислорода. То есть по большому счету, ну, я не знаю, может, такой разряженный воздух, все сетуют на то, что нам необходима зелень. Вообще есть какой-то стандарт, да? Какое количество зелени должно быть в городе? Стандарты есть, это те же СНИПы, СанПины, но, опять же, есть еще один момент стандарт. Так как я также смотрю всякие вебинары, та же Московская школа по уходу за деревьями, и, в частности, прозвучал один момент, что в городской среде, сколько бы ни было посажено, деревья больше выполняют шумозащитную, газа, допустим, сдерживают. Но выработка кислорода, она происходит не в таких гораздо объемах, которые, допустим, если бы у нас первый квартальный дом находился в середине леса. То есть мы используем деревья в утилитарных целях. В практических целях. Не только они любуются, но они действительно защищают нас от шума и пыли. Даже их жалко как-то. Вообще, куда сейчас движется ландшафт и дизайн, я услышала для себя новый термин, это ленд-арт, да, это какое-то такое взаимодействие со средой, чтобы просто то, что у нас в наличии, да, бережно как-то бы использовать. Ну, в настоящее время в городе Мурманске идет упор на то, чтобы сохранить имеющиеся. Проводится обрезка, проводится закрепление зеленых зон за обслуживание, за теми же парками и скверами или управлением дорожного хозяйства. То есть задача обеспечить им, чтобы был правообладатель, и также уход. Производится сейчас формирование, допустим, может быть, замечали вдоль проезжих частей приняты начальные этапы, начальные, потому что это гораздо серьезнее вещь, по формированию кустарника, в частности, ивы. Ива достаточно такое прекрасное дерево, которое прекрасно подается формовке, прекрасно дает поросль, но у нас есть особенность. Если посмотреть на зеленые зоны, где ухода за ней не было долгое время, возникает битв после... У нас получается какой-то ренессанс, да, зеленстрой, а раньше у нас была целая организация. Действительно, возникла ли потребность, чтобы у нас была как-то специализированная, чтобы был один хозяин, там были люди с каким-то образованием профильным, знатоки деревья. Как это мы все за этим ухаживать-то будем? Столько лет не ухаживали, и вдруг у нас силы откуда-то возьмутся. Понимаете, нельзя рассматривать деревья отдельно, а условия, где они находятся, отдельно. В настоящее время, если даже смотреть тот же ландшафтный дизайн, как бы его развитие, развитие не только за деревьями, но также как подать эти деревья, как они где находятся. То есть нельзя рассматривать благоустройство отдельно, а деревья отдельно. Надежда, вот говорила бы с вами, говорила, два слова буквально для тех, кто имеет там собственные участки, либо рассчитывает рядом с домом что-то посадить. Какие-то универсальные советы, на что стоит обращать внимание, какие-то сорта, может быть, посоветовать? Ну, смотрите, что я действительно посоветую, это присмотреться к Полярно-Альпийскому саду-институту. У них есть собственный сайт, у них выкладываются, какие растения в нашей среде достаточно нормально приживаются, смотрятся. То есть не надо пытаться голландские туи посадить у себя под окнами. Я бы не рекомендовала. Но надо же заметить, что некоторые жители нашего города, они специально привозят как бы со средней полосы, но то, что они высаживают, это действительно пропитано их потом, их знаниями, их, скажем так, всевозможными лекциями, которые они прочитали, то есть эмпирически, путем, подбирая, исходя из условий, они в эти растения просто столько сил, энергии. И души. И души, да. То есть даже дубы растут. И маджурский орех у нас на старости на женщина вот хвасталась, уже выхаживает не один год. Правда, растет, конечно, медленно, но... Но если, скажем так, человек только начинает брать именно акклиматизированные растения, это полярные альпийские или же та же опытная станция имени Вавилова у нас есть на Курском полуострове, то есть брать акклиматизированные, смотреть в зависимости, там, если нужна подрезка, не затягивать, не доводить до состояния, да, я понимаю, иногда резать жалко, страшно, вдруг погибнет, но... Резать надо. Спасибо большое. Да, назовем это уходом. Надежда Валерьевна Лыба, главная специалистка лелоохраны окружающей среды КРГХ, сегодня была у нас в гостях. Надежда, приходите к нам еще, очень приятно было с вами пообщаться. Взаимно. Я так понимаю, что, как всегда, девушку бросили подталкивать, да, вот... Надежда Валерьевна, идите, объясните зрителям, что у нас происходит с деревьями, ну, и, конечно, вы очень внятный, компетентный атлет дали. Спасибо большое. Благодарю. Субтитры подогнали Симон.